Всем привет! Сегодня 6 мая, Московская область. Погода сегодня неплохая, около 10 градусов тепла и главное нет ветра, потому что последние дни очень сильный ветер, плюс еще холод на улице, невозможно ничего делать. Я сейчас нахожусь в стеклянной теплице, перечной, огуречной. Хочу вам показать, что здесь у меня растет. Как видите, тоже закрыты стенки с фонбондом номер 17. Все так же, как и в томатной теплице. Я буквально 4 мая высадила уже рассаду перца. Я не стала снимать видео, потому что я высаживаю перец точно так же, как и томаты. Закладываю то же самое в лунку. Единственное, перец я стараюсь высаживать в шахматном порядке. Вот как видите, вот здесь по краю растет укроп. Я сеяла, показывала. Редиска. Я думаю, что уже через пару дней мы будем есть редиску. Наливаются корнеплоды хорошенькие уже. Я думаю, еще дня 3 уже можно ее будет сорвать. Такая редисочка хорошая. Это здесь прошлогодний салат вылез. Также высадила в мягкие контейнеры баклажаны. Точно так же я высаживала, как и томаты, так же и перцы острые. Тоже 4-го числа высаживала их сюда. Высаживаю контейнеры по 35 литров, по 2 штуки. Потом я вбиваю сюда колышек, ставлю, чтобы баклажаны не заваливались. И они так же у меня растут в открытом грунте. Сейчас, конечно, пока все находится в теплице, потому что холодно. Буду выносить, когда уже потеплеет. В эту чеплашку я сеяла салаты разные. Здесь осталось у меня только рокола и немножко вот этого мешутки. Я уже его рассадила здесь по краю грядки. Вот, видите, полностью по краю высажен. Уже прижился, все хорошо. Плохо видно его. Он темный, темнолистный такой. Вот. Также я высадила большие кашпо и черенки. Пеларгони плющелестные. Я их получала от агрофирмы Виола. По 3 штуки. По-моему, эти горшки у меня по 20 литров, что-то такое. Но они такие большие, на ножки. Это как вазоны получается. Вот, хорошо уже. Это буквально я вчера высаживала эти черенки. Уже одна пеларгония расцвела. На камеру я не пойму, какой цвет, но вообще это цвет лососевый. Вот этот черенок без пересорта пока расцвел. Вот такой и должен быть. Я посмотрела. Также уже высадила. Это горшки, по-моему, по 10 литров, наверное. Это осё с пером. Здесь один посадила. Здесь два. Еще и подсажу кустики лобелии сюда. Это высадила пеларгония королевская. Здесь на этой грядке тоже перцы. У меня здесь по краям перцы растут, а посередине у меня будут огурцы. Баклажаны я четыре контейнера высадила, по два штуки. Лук зеленый на перу. Тоже нужно его уже будет на днях убирать и еще высаживать. Это лук выборок мой. Вот. Здесь также по краю у меня кинза хорошенькая. Я уже срываю лук, рву и кинзу так щипаю понемножку. Это рассада лука Эксибишн. Смотрите. В этом году у меня с рассадой не пошло лука. Это уже пересевала я. Это вот первый мой перепасив, так сказать. Но хорошенький. Это второй. Вот схожесть какая. Ну и вот это тоже хорошенький в принципе. Ну здесь головок 30, наверное, я высажу. Может быть даже 40. Ну мне хватит. В этом году у меня рассада лука не очень, честно сказать. Дальше у меня здесь растет, ой, растут подсолнухи. Это крупные такие на семечку. Это подсолнухи декоративные тоже. Схожесть хорошая. Здесь тоже в принципе хорошо все взошло. Перцы, как видите, грядки я еще не мульчировала. Мульчирую я обычно конской подстилкой. Проходы так же, как и в томатной теплице, замульчированы хвойным опадом. Здесь, на этой центральной грядке у меня будут расти огурцы. Я уже приготовила лунки. Раньше сажала в два ряда огурцы. В этом году не буду столько нас высаживать, потому что много. Потом я это все раздаю. Кому нужно, приходите. Я вам отдам. Не хочу в этом году так делать. Вот сделала 8 лунок для огурцов в одну линию. И все этого достаточно. Здесь у меня вырыта большая посадочная яма. Пол ведра конского навоза, уже перепревшего. И зола. Это все для высадки огурцов. 8 кустов здесь отлично поместится. А вот как раз таки и рассада огурцов. Это у меня цукини. Вот они. Кабачки здесь же. А это уже рассада огурцов. Имеет уже, видите, где-то по два настоящих листика. Здесь вообще три листика. Я сложила их пока в ящик и заношу на ночь. Потому что холодновато еще. Ночь холодная. Теплица неотапливаемая. Все равно еще так я их ношу, чтобы они привыкались, закалялись уже в теплице. Я думаю, что 8-9 мая я их уже буду высаживать сюда в грядку. Здесь же это базилик. Но это не весь базилик. Часть рассады, тыквы, базилика еще находится в доме. Также я сделала сегодня утром рано подкормку. Я много раз говорила. Это зеленая такая болтушка, удобрение. Крапива, конский навоз. Все это я забиваю в ведро и заливаю водой. Настаиваю дней 5. Смотрю по состоянию, по готовности. И уже подкармливать буду и томаты, и перцы. Это такое азотно-калийное удобрение. Запах от нее, конечно, вы все знаете. И чтобы уменьшить этот аромат, добавляйте бактерии. Это или байкал, или сияние. Когда вы сюда сыпите бактерии, то запах намного-намного меньше. То есть он есть, но не такой сильный, как если бы не добавлять. Поэтому попробуйте добавлять бактерии. Хорошо получается. Вот, в принципе, и вся теплица. Так, здесь у меня фуксия высажена. Между прочим, все черенки от агравиолы, которые я получила, пропала у меня только одна фуксия. И то я ее успела начеренковать, уже не подписывала. Вот где-то здесь черенки пропавшей фуксии. А так все нормально. Вот такие мелкие череночки. Я по три посадила в пол-литровые горшочки. Пускай будет. Потом буду их пересаживать. И также по несколько штук в большее кашпо буду сажать. Это остатки томатов и перцев на всякий случай. Пока ходить здесь неудобно, но что делать, никуда не денешься. Всю остальную цветочную рассаду я вынесла на улицу. Сейчас я вам покажу. Здесь же, как и в томатной теплице, стоит 200-литровая бочка. Греется вода, чтобы поливать водой теплой. Уже потом, когда растения поднимутся, летом я поливаю прямо из колодца все растения. Пока маленькие, конечно, нужно теплой поливать. Вот, в принципе, вся и теплица. Пойдемте покажу остальную рассаду еще цветочную. Здесь на улице уже не укрываю. Стоят черенки гортензии. Это метельчатая гортензия. Черековала прошлым летом. Ну, считаю, вот практически годичные черенки я врезала на одну почку. Так они пустятся. Сорта перепутанные, к сожалению. Здесь есть фантом, поларбир и самарская леди. Где что? Не знаю. Перепутала. Здесь у меня еще она не вышла. Она просыпается поздно. Это хаотюния. Посмотрела, корневище отличное. Скоро уже поднимется. Рассаживала из цветника, потому что ее много у меня. Вот не знаю теперь, куда мне ее деть. Вот эти все черенки. Это все хаотюния. Не черенки, а корневище. Здесь у меня тоже она черенкована, ну, так же летом гортензия. Но не знаю, она почему-то не проснулась. Вот как-то просыпается здесь, конечно, вот почка. Но остальные почему-то нет. Нет листиков. Почка не пошла. Вот думаю, то ли выбросить, то ли еще оставить. Пускай стоит. Но я одну вытащила, посмотрела корни. Корни, конечно, у нее шикарные. Белые, такие молоденькие. То есть она живая. Если потереть стволик, то он зелененький. Но нету почек почему-то. Вот эта вся гортензия. И не живая, и не мертвая. Не пойму. Не просыпаются почки. Хотя корни в отличном состоянии. Здесь у меня лиственница на штамбе. Это лиственница Стив Виппер. И лиственница, я уж не помню, как она называется. Ну, тоже плакучая, на низком штамбе. Вот я вам много раз показывала. Вот прививка. Это я их буду ставить на арку. Арка будет готова в июне. Поэтому покажу вам. Так, это шверина сосна. По-моему, шверина называется. Не знаю, тоже как-то она, да, Витхарс шверина. Не знаю, как-то она желтеет. То ли перебаливает, то ли что. Не знаю. Вот ни туда, ни сюда. Обработала ее. Ну, посмотрим. Лишь бы на нее заболеваний никаких не было. Я ее обработала уже от болезни для хвойных. А здесь я также рассадила. Это шпинат. Но он, видите, пока никакой. В открытом грунте растет. Никак не приживется, потому что холодно. Был заморозок, когда минус 2. Я просто укрывным накрывала и все. Но пока стоит на месте. Здесь тоже редиску сеял. Это второй оборот. Я много редиски не сею, потому что мы ее потом не едим. Только на первое время тоже уже корнеплодики завязываются хорошие. На улице стоять не накрываю, ничего не делаю. Здесь у меня зимкуника студенческая. Тоже я ее почистила. Все хорошо. Это возле теплицы томатной. Ну, а здесь у меня цветочная рассада. Все, вытащила из теплицы. Накрываю укровным, потому что одевать мне эту рассаду уже некуда. Все стоит на месте. Ничего толком не развивается, потому что, ну, еще раз говорю, холодно. Но хорошо себя чувствует, между прочим, гвоздика. Смотрите, какие кустищи она нарастила. Хотя я ее ругала, что она такая-сякая, плохо растет. Ну, смотрите, отлично. Вот. Это черная. Ой, забыла, как называется. Ой, сейчас, подождите. Вот это, ну, винки. Вот это винки, а это черная. Вспомню, скажу. Это второй оборот капусты, цветная. Вот, к сожалению, бархатцы здесь все сеяло. И, смотрите, их прихватило морозом. Вот, видите, в таком состоянии. То есть мороз их задел, бархатцы. Но здесь еще остались, поэтому пересевать я не буду, как есть. Здесь штук 20 будет. Вот, я их и высажу. Из всех моих посеянных прострелов выжил только один. Вот, смотрите, один прострел. Вот, холю-лилею. Ну, выглядит он вроде бы неплохо. Высажу в новый цветник свой. Здесь у меня рассада. Это овсяница голубая. Вот такие кустики. Тоже слабенько-слабенько нарастает из-за холода. Вот она такая. Ну, вроде бы ничего так. Хотелось бы, конечно, кустики уже побольше. Потому что высаживать покрупнее хочу. Это у меня астро альпийская. Тоже, в принципе, неплохо выглядит. Особо тоже не растет. Так, по чуть-чуть. Вот она. Это для нового цветника. Также из своего цветника рассадила. Это камнеломка белая. Я выращивала. Уже на бутончиках. Тоже новый цветник буду высаживать. Это у меня кустовая лабелия. Разная здесь. И синяя, и белая, и всякая. Да, вот она. Вот такие хорошенькие кустики. Отличные для высадки. Некоторые кустики уже подстригла. Такие выбились вверх. Вот. Чтобы побольше кустилось. Ну, отлично. Ни одно растение не пропало. Все хорошо. Здесь у меня первый посев капусты. Это брокколи. Вот так она уже выглядит. Большая. Там тоже у меня лабелия. Сейчас с другой стороны вам подойду, покажу. Лабелия. Это у меня абриета. Вот такая. Из семян тоже. Плохо нарастает, конечно, маленькая. Но есть что высадить. Это моя злополучная лаванда. Никак она. Не знаю, что с семенами. Вот. Мало у меня осталось кустиков. Наверное, всего лишь 5-6. Вот такая лавандочка. Но тоже чуть подрастет. Буду высаживать все в новый цветник. Здесь у меня колокольчик. Вот он. Не растет вообще. Думаю, он у меня рос лучше. Видно. Рассада была маленькая. Я же ее вынесла рано. И плохо развивается колокольчик. Вообще. Прямо это. Я думала, уже такие кусики у меня нарастут. Но ничего не получается. Тоже абриета. Это у меня кочки. Мшанки. Тоже стало плохо развиваться. Так хорошо она пошла. Все. А вот вынесла в теплицу. И она прям начала подсыхать. Вот тоже все, что осталось у меня от ушанки. Тоже здесь абриета маленькая. Здесь у меня тоже капуста цветная. Это второй посев. Накрываю в один слой укровным. Здесь, наверное, шестидесятка. И все. Потому что в теплице уже не оставишь. Некуда ставить. А здесь пусть растет. Уже жду, когда же будет тепло. Чтобы можно было бы все это высадить в цветник. И всю капусту уже и на грядке. Ждем тепла. Но никак-никак. Хочу вам заодно. Давайте покажу теплицу томатную. Как прижались томаты. Вот она. Томатики все хорошо. Единственное, что после высадки на следующий день я заметила, что один томат у меня завял. Прям вот вялый-вялый. Думаю, раскопаю, посмотрю. Сейчас я вам покажу. Вот здесь был этот томат. Думаю, что он завял. Я его вытащила с корнями, чтобы корни посмотреть. И что вы думаете? У меня прям в стволике было вгрызано два проволочника. То есть он проел стебелек. И там наполовину уже его просто сжирал. Два. Два проволочника было. Тут я вспомнила Ирину с канала Дневник Лайф. И насколько я помню, у нее в прошлом году этот проволочник сожрал вот так вот пол теплицы томатной. Я была, конечно, в шоке. Потому что у меня такого никогда не было. Вот. И я что сделала? Знаете, вчера пролила раствором, по-моему, препарат называется Биозаряд. Я поставлю фотографию. Развела. Один пакетик разводится в одном стакане воды, как маточный раствор. Оставила его на час, на два настаиваться. И потом выливаешь этот маточный раствор в лейку, в 10-литровую. И слегка пролила. Вот у меня было два пакетика. В прошлом году я покупала, не воспользовалась этими пакетиками. И в этом году я навела вот эти две лейки. И, ну, по чуть-чуть получилось, пролила все-все томаты. Не знаю, поможет это или нет. Но вот со вчерашнего дня помидоры у меня ни один еще не завял. То есть, видите, они вот в хорошем состоянии. Все нормально. Но я каждый день хожу, смотрю, чтобы ничего-ничего здесь у меня не погибло. Вот. Приживаются. Буквально к 9 мая я буду здесь мульчировать все соломой. Обязательно. Уже пора. Земля, смотрите, подсыхает. Потому что, если солнце, в теплице жарко. Вот. Так что нужно будет закрывать. И как раз буду проливать вот этим раствором зеленая болтушка, которую я вам показывала. И закрою все мульчой, чтобы держалась влага. Ну, эти томаты в хорошем состоянии. Там перцы тоже. Вот. Все. Все хорошо. Ну, вот. Показала вам перечно-огуречную теплицу. Заодно и всю рассаду цветочную. Работы сейчас, конечно, очень много. Не только в теплицах, но и в огороде. Здесь возилась и с клубникой, и с голубикой, и с ежевикой, и с малиной. В общем, работа не початый край. Но погода мало что дает делать. Совсем в холодные дни я, конечно, вожу здесь в теплице. Но мы по-прежнему ждем весну. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok